Здарова народ, добро пожаловать сюда, канал Миклуха Маклай, мы продолжаем путешествовать, и сейчас приехали в крайне интересное место, остатки старинных каменоломен, на берегу реки Дон, деревня называется Конь-Колодесь, но многие считают это пещерами, сейчас попробуем найти пещеру и забраться в нее, не знаю, штука, наверное, опасная, но мы попробуем, погнали. Ну что, полезли в пещеру народ, прям страшновато, вон она, пещерка, здесь добывали белый камень, вот, соответственно, пещеры достаточно глубокие, и в принципе, штука опасная, вон она, смотрите, вниз уходит. А можно я не полезу туда, а? Мне что-то страшно. А? Что-то можно донести? Да, ну, можно, но я бы не стал. Какой-то ужас вообще. А? Слушай, ты что-то... Да какой-то, смотри. Не, у меня там нормально был вход, отлично. Там еще лучше вход? Да. Так, пойдем другой вход смотреть. О, смотри, друзья, тут ласточек много. Да, конечно, о, нифига себе. О, тут уже посерьезнее. Но она засыпана. Да? А, нет, там есть сквозной проход, Илюх. Ну так, друзья, тут добывали камень, видите. И тут надо мной метра четыре земли. И там, видите, сквозной проход на ту сторону. Еще один. Пойдемте еще одну пещеру смотреть. Достаточно сложно продираться, тем более вот в каждой такой низине может быть провал, из которого потом не выберешься. Чисто технически это, конечно, не пещеры. Это каменоломни. Но, как бы, без рыбы и рак рыбы. Дыра в земле, дыра в земле. Залезть можно? Можно, но опасно. Так, еще один ход, смотрите. О, люди, да, лазили, когда камень добывали. Оп. Блин, как ты сюда залезть-то вообще. Тут где-то есть нормальный, заход, сейчас будем искать нормальный. Вот, еще один ход, смотрите. О. Ну, это прям глубокое, да? Да, это глубокое. И тут тоже. Над нами несколько метров земли. Опасненько. Так, вот, смотрите, какая яма огромная. Вон она, еще одна пещера. Нашел ход? Прям хорошая. Так, смотри. Уху-ху-ху-ху. Блин, мы над ней стоим. Ты что, дурак? Блин, сейчас под нами ничего, друзья, не с тобой понимали. Вот это да. Охренеть. Вот это да, друзья. Вы смотрите. Что, спускаться? Страшный люх. Потихонечку давай. Да вздыхлево, вообще, какой кошмар. Пошли. Вот это ухладинка. Тут веревка какая-то натянута. Видимо, народ внутрь ходит. Тут есть какие-то дальше проходы. Чтобы не заблудиться, натянули веревку. На телефон покажу. Смотрите, друзья. Вот один штрек пошел. Вот второй. Вот третий. А вот он засыпанный. И сюда уходит куда-то далеко. Ой, я уже под землей. Вот смотрите. Вот веревка. И пошел туда тоннель. Вон там раздваивается. Офигеть. Блин, я не хочу дальше идти. Тут какие-то банки. Склянки. Хочу меть. Вот это да. Реально пещера, народ. И веревка, смотрите. Можно по веревке идти дальше. Но я туда не полезу. Не вставай. Ну, нахрен, Люха. Я боюсь. Короче, народ, это реально очень страшно. Мы туда прошли. Метров на шесть, наверное. Но я не хочу дальше лезть. Кошмар. Надо мной, смотрите. Все нависает. Ужас. Иди посвети. Иди в этот. В пень. Я боюсь вообще. Куда там дальше? Камень какой-то. Куда уходит? Здесь тупик. Здесь тупик? Да. Офигеть. Такая тут холодина вообще. Вот. Там уже глина, видите, наверху. Высота метр четыре где-то с вода. Вот. А туда... Тихо. Блядь. Ничего не делай. Туда вот, смотрите, видите, веревка лежит. И она куда-то туда уходит вглубь. Не знаю, насколько там. Ага, вон ведро. Туда уходит. И туда уходит. И туда уходит. Хочу уметь, какие они огромные вообще. А? Ну, куда веревка идет. Ну, вот она, кончилась. Так, все. Веревка кончилась, свалим отсюда. И вон там он выход. Вот это, друзья, страх вообще. Я и знать не знал. Слушайте, ну это реально пещера. Реальная пещера. Находочки. О, смотрите, какая банка масляная. Круто, круто, народ. Прикиньте, и это все, вот. Веревочку, видите, подвязали. Чтобы не потеряться. Но это очень опасно, мне кажется. О, свет. Постоянно насыпается, да, все. О, друзья, мы выбрались. Это было страшно. Так, сейчас я вам сверху покажу, как это выглядит. И куда мы, собственно, уходили. Тут за мной, видите, дон сразу. Прямо выход из пещеры и дон. Получается, где-то вот там мы были сейчас. Вот метров шести. А это вот обрушенные. Раз обрушенные, два обрушенные. Три, видно, завалился. Вот тут, мне кажется, сейчас опасно ходить. Потому что я прям над пещерой. А там, получается, видите, вот все вот эти ямы. Это все брошенные каменоломные. Так, друзья, мы позвонили знакомому спелеологу. А так как мы журналисты, вы, наверное, догадались. У нас есть знакомые спелеологи. В общем, разработки здесь начались еще в 19 веке. И последние камни здесь добывали в 50-х годах. Собственно, века 20-го. Совсем недавно бросили. Вот это главная пещера, большая, в которой только что были. Общей длиной около 50 метров. Глубиной. То есть, вот куда мы прошли, мы прошли метров, наверное, на 20. Дальше еще метров 30 есть. Но там начинаются шкуродеры. Туда уже надо прям лезть. А лезть не хочется. Так что 50-метровая пещера есть в Липецкой области. Представьте себе. Круто. Не знаю, насколько смотрится на камере в реальности влезть в пещеру. Это страшно, честно. Вот. Особенно, когда не видишь, где она заканчивается. И не понимаешь, какой она глубины. Это был Миклух Маклай. Пещеры средней полосы России. Представляете? Кто бы мог подумать? Подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пока-пока, мы выжили. Субтитры сделал DimaTorzok